Парк высоких технологий В этом году заявок подано порядка двух тысяч, поэтому поучаствовало в целом в конкурсе за весь прошедший год очень-очень много молодежи, их преподавателей, их наставников и нам очень приятно, что сегодня здесь лучшие из лучших. Мы считаем, что это очень важно, самое главное хотя бы на первоначальном этапе поддержать вот эту инициативу, которая есть у ребят. Участие в конкурсе для ребят – это шанс показать себя, попасть в бизнес-инкубаторы, поучаствовать в инвест-уикендах и конференциях, возможность дальнейшего развития. Здесь представлены проекты в самых разных сферах, начиная от социальных, заканчивая IT, цифровых технологий, энергетики, медицины и так далее. Конечно же, нас интересуют именно те проекты, которые принесут пользу реальному сектору экономики, который можно будет внедрить в будущем предприятия. Или, к примеру, какие-то проекты могут опережать свое время и как раз-таки через два года рынок будет готов, общество будет готово к внедрению этого проекта. Поэтому у нас будет время для того, чтобы что-то усовершенствовать и непосредственно подготовить его к внедрению. От нашего университета в финал вышли две работы. Проект ССПИ, разработанный студентами Бугуир, направлен на тестирование печатных плат в процессе ремонта. По оценке авторов, устройство выгоднее для предприятий, чем существующие аналоги. Наше устройство позволяет локализовать неисправность. Данное устройство, портотип, где-то примерно 60 долларов. Следующее устройство, ну, в порядке 80, оно с большей разрешающей способностью, что позволяет видеть больше платы. Второй проект – мобильный навигатор для людей с инвалидностью «Инва». Представили ребята, обучающиеся в Минском радиотехническом колледже. Идея проекта родилась из мечты о свободном передвижении по городу. Я поняла, что мое поступление – это прекрасный шанс реализовать свои идеи, мечты. Самые инициативные люди, такие вот, как мой соавтор Наталья Сасько, тоже студентка в ГОИР-первый курс, она сразу подключилась в проект, так как сама тоже передвигается на инвалидной коляске. Мы знали свои вопросы и потребности, и было понятно, что вдвоем все-таки это огромная работа. Чего стоит один мониторинг безбаренной среды нашего города Минска? В двадцатку победителей вошли и наши ребята. Из более двух тысяч идей проект «Инва» завоевал первое место в номинации информационно-коммуникационной и авиакосмической технологии. Поздравляем ребят и желаем не останавливаться на достигнутом. Мария Кирдун, Максим Максак, Молодежное телевидение «Бугуир».